всем привет с вами Шима очень рада видеть вас на своем канале и наконец-то я записываю видео которое просили пожалуй больше всего на моем канале это как все успевать с маленьким ребенком почему я долго тянула записью в принципе я не люблю когда меня учат и других очень тоже не люблю так как вы меня часто очень об этом спрашиваете я расскажу как я это делаю я не могу сказать что успеваю я все что хотелось конечно нет но все-таки успеваю полноценно работать при том что у меня нету бабушек дедушек если кто-то видит меня первый раз то живем в лондоне и родственников тут нет тут есть конечно брат моего мужа но они занимаются своим ребенком и мы увидимся раз в месяц никакой помощи конечно речи не идет так вот что же все я успеваю я хочу сейчас разложить по полочкам а потом расскажу как я организовываю свое время я художник также я преподаватель и блогер блогер скорее на моем профессиональном канале это арт шима и в то же время я блогер здесь лайфстайл когда для души когда хочется что-то поснимать и с вами пообщаться я снимаю на этом канале показываю нашу жизнь что включает себя работа художника и преподавателя преподаю я также по профессии изобразительное искусство выставки долго я не выставлялась с института но сейчас я заново взялась за дело и уже начала я снималась в передачном телевидении британском я буду участвовать в выставке в сентябре которая проходит в mall gallery а это одна из ведущих галерей великобритании кроме написания работы выставок это надо искать эти выставки на них надо подавать я не хочу участвовать об и в чем то есть я подаю на ведущие выставки миров которые организуются на конкурсной основе то есть профессиональные художники со всего мира туда подают свои заявки но об этом я не буду сейчас долго рассказывать об этом я расскажу на арт-канале если кому-то интересно как вообще проходит жизнь художника и так далее как это все делается кроме этого я преподаю преподаю я по скайпу потому что мои ученики с которыми занималась один на один остались москве но тем не менее очень много русскоязычных учеников у меня со всего мира поэтому я организовал свое время так что я преподаю по скайпу ежедневно и это собственно есть моя основная работа также я записываю вебинары то есть это полноценные уроки на какую-то тему например рисунок для начинающих акварель для начинающих масло и так далее их реализовываю через интернет в том числе ну и последний сегмент это youtube youtube я снимаю ролики обучающие на арт-канал и сюда снимаю лайфстайл блогинг по поводу этого канала ничего не буду говорить тоже конечно видение у меня недобросовестное так как сами понимаете всего не успеть ребенок у меня не ходил детский сад бабушек дедушек нету няни нету то есть я полностью 1 весь день с ребенком и раб и работает теперь после всего этого большого предисловия о себе любимой я скажу об организации своего времени начну с того что ребенок по большей части у меня с таким довольно таки гладким характером конечно у меня очень активный гиперактивный таких как он еще не видела но возможно все родители так считают но глядя на других детей они как будто под снотворным рядом с кираном и это вопрос не в детях а киране что он очень активный если кто не знает то кирюш сейчас два года и я рассказываю периоде до двух лет но тем не менее он довольно таки отходчивый не скандальный конечно же с возрастом появляются уже какие-то капризы но это фаза такая до трех лет любой психолог вам скажет что что в этот момент они становятся осознанными и они осознанно смотрят свои границы они проверяют что можно что нет где они могут прогнуть родители если можно так сказать где нет и это тоже временно киран у меня хорошо спит приучала я его спать одного в своей комнате и делаю это не случайно а потому что я знала что мне придется работать в восемь недель киран уже спал своей кровати просыпаясь один раз за ночь в районе 7 утра и окончательно вставал в 9 и вот до двух лет он у меня спит ночью 12-13 часов и 2-3 часа в течение дня в обед почему 2-3 часа он может даже не спать но я когда работаю он сидит своей кроватке если он проснулся он играет и ждет пока я закончу свою работу конечно же не допускаю чтобы он орал что он плакал я его одного не оставлюсь он будет плакать но мы слава богу нашли с ним общий язык и он терпеливо ждет но после поезда к москву обычно это месяц-два каждый раз у нас дурдом потому что мы живем с нашими братиками с бабушками мы путешествуем в абхазии мы поехали в 5 утра вставали у нас весь режим сбился абсолютно он отучился один засыпать спит он один в своей кроватке но ему надо чтобы кто-то находился в комнате пока он засыпает минут десять но это происходит абсолютно каждый раз после любой нашей поездки и где-то за недели две я его перестраиваю как проходит мой день на момент двух лет утром мы просыпаемся естественно умываемся кушаем принимаем душа и я занимаюсь ребенком мы идем гулять естественно если не дождливо если дождливо то мы как-то стараемся дома организовать наш досуг чтобы было весело у нас очень много игрушек всяких разных хотя кира на самом деле любимая игрушка эта книга как у большинства детей в этом возрасте и где-то в двенадцать или час он идет спать двенадцать или час зависит исключительно от моего расписания если у меня урок назначен на час значит он идет без пяти час спать если у меня урок назначен на двенадцать то он идет без пяти двенадцать спать обычно он засыпает сразу у меня один урок по skype оговорено всего 45 минут обычно я веду час минимум но это уже моя воля и я знаю что если у меня урок 45 минут даже если киран проснется даже если что-то его будет беспокоить он потерпит хотя конечно же я в любой момент могу к нему бегать и его успокаивать потом перезвонить ученику но пока слава богу тьфу за полтора года моего преподавания с ребенком такого не было в общем всю работу которую я могу сделать при нем я делаю при нем что это за работа это подготовка к уроку поиск материала там просмотр домашнего задания параллельно играя с ним также приготовление еды я всегда все готовлю естественно помощниц у меня никакой дома нету готовлю убираю мою что-то да это все я делаю при киране потому что он может бегать вокруг я могу ему говорить там алфавит диктовать либо по на английском и на русском числа он очень любит что-то рассказывает какую-то сказку и все это в игровой манере я хожу и делаю все дела по дому и на тот момент когда он ложится спать я откладываю работу которую при нем я делать не могу например преподавать писать какие-то большие холсты сейчас я уже кстати умудряюсь писать средние холсты при нем но это очень тяжело конечно очень редко это бывает когда у меня горят сроки могу себе позволить там часок полтора при нем это сделать это все когда мужа нет дома у меня муж работает допоздна чаще всего конечно к счастью он вечером час обычно с ребенком проводят но не всегда иногда будет командировки на неделю иногда бывает что за паром работе может прийти ночью поэтому мне все надо весь мой день планировать только с расчетом на себя саму но выходные выходные мама работает таким образом получается что если делать все что можно при ребенке сделать играя с ним и говоря с ним то успеть можно очень много то есть работа из дома это вообще не проблема монтаж видео например его вполне можно делать при ребенке конечно не звуковую там обработку наложения которые на тишине слушать а нарезать дорожку например это по частям конечно подряд вы не можете сесть три часа и монтировать видео пока ребенок сам по себе брошенный ребенком надо заниматься это понятно но по частям какие-то моменты вы можете это делать совершенно спокойно снимать например почему у меня на канале в основном влоги потому что нету времени на вот это все все поставить меня уходит вот реально два с лишним часа для того чтобы там принять душ расчесаться накраситься выставить свет выставить это выбрать фон кстати как вам мой новый фон мне кажется прикольно можно менять сзади картинки на подходящие к тематике сегодня домой зайчик с васюлькой на фоне также моя книжечка которая уже во всех магазинах есть и о которой я уже не раз рассказывал да я еще успела за это время за год написать и издать книгу не сама я ее издавала что вдвойне приятно а то что само издательство попросил мне написать исходя из моего преподавательского опыта и канал на youtube на артема книгу писать книгу писать конечно с бегающим ребенком тяжело тяжело но возможно то есть когда поиск каких-то иллюстраций большую часть я рисовала сама и там фотографировала все сама весь материал подготавливал только я вот отсматривать редактировать фотографии кадрировать писать список нужного материала для следующей главы это все я также делал при ребенке какие-то короткие youtube ролики на арт-канал тоже реально при нем делать карандашом масло вот последнюю неделю я только начала после возвращения из москвы потому что было нереально до этого можно карандашом поработать пять минут уйти прийти и так далее маслом очень сложно это делать я люблю сесть и написать холст сразу за несколько часов готова работа там иногда два вечера у меня уходит но я сосредоточена когда я этим занимаюсь я не писала маслом но это не значит что ничего не рисовала я писала большие холстые темперы и большие работы соусом и так далее это все я делала когда киран ложится спать на ночь то есть какие-то дела которые укладываются в два часа допустим от часа до двух я их делала во время дневного сна дела которые нужно делать долго когда не нельзя отвлекаться я делаю когда ребенок идет спать на ночь и в промежутке между этим я делаю дела которые можно сделать при нем в основном это все по дому такие видео как я записываю сейчас я уже сказала что очень много времени трачу на то чтобы все поставить мне нужно почти вся комната для этого штатив софтбокса штатив фотоаппарата стол на котором у меня сейчас стоит ноутбук на нем стоит телефон на который еще записывают да я извиняюсь я уже обещаю год купить этот микрофон вчера до трех ночи буквально до пол четвертого я искала нужный микрофон но не могу я найти никакого такого вот вот этот самый лучший то есть я готова заплатить они дорого стоят но я понимаю что арт-канал у меня как бы моя работа я на ней вообще ничего не зарабатывал честно скажу вообще у меня с арт-канала там 135 если не больше тысяч и я с него получаю меньше 20 баксов в месяц меньше 20 долларов рекламу я на нем вообще не делаю я и на этом почти никогда не делаю редко бывает но это то что мне самой нравится как например вот линзы это было не реклама я сама им написала хотела попробовать им написала для того чтобы они мне дали свои рекомендации как производители даже скорее поэтому потому что они стоят всего тысячи рублей и сама могу купить значит если вы хотите заниматься блоггингом с нормальной картинкой я надеюсь она сейчас нормально я пока все пробую вот год живу только второй раз пробую какую-то зону вообще чтобы за мной что-то было видно нормальная а не кусок стены кусок двери и так далее почему я вообще веду всю эту тему про то что сложно ставить не сложно ставить для тех кто хочет заниматься блоггингом и вот какой-то хороший качественный контент делать это лучше перенести на вечер когда ребенок уже лег спать но чаще всего обычно мамочки убитые к этому времени я например хотя я сова либо перенести это на выходные как чаще всего я и делаю то есть выходной день я могу сесть сбагрить ребенка с папой гулять и сама что-то заснять третий вариант это все ставить при ребенке то есть играть с ним в одной комнате в другой все поставить подготовить накраситься например душ быстро принять и когда он лег спать в обеденный сон уже снимать видео это тоже реально я вот пишу и мне очень любопытно какой звук получится на телефон на самсунг я знаю что айфон очень хорошо пишет звук самсунг не знающий не пробовала но конечно это хуже чем микрофон видео у меня какой-то получается совсем не о том как манажировать свое время о каких-то внутренних моих делах внутренней жизни но болталка в общем я помню когда я родила ребенка мне казалось что вообще как что-то можно делать ты не успеваешь поспать но сейчас когда ребенок все старше и старше мне кажется наоборот были вот все сложнее и сложнее почему я не спала потому что на самом деле дети спят просто круглосуточно первые несколько месяцев у нас была большая проблема с этим потому что у нас наследственно ребенка очень сильно рвало рвало его просто фонтанами это нормально также у бабушки у папы у дяди и рвало до семи месяцев то есть ребенок не мог спать вообще он мог заснуть только вертикально он с ними плакал он был очень плохо очень ну когда тошнит кому-то понравится тошнило просто фонтанами сболтали бутылку шампанского и вот открыли и вот это одна его рвота она была круглосуточно даже через два часа после еды то есть круглосуточно мне надо было выдержать спать нельзя было тоже надо было делать в так, либо на шаре, либо просто качать, при том, что он к рукам, вот именно к рукам, он никогда не был приучен, в плане того, что ему этого не хотелось, ему все время жарко было, он не любит спать вместе, ему жарко, сейчас, конечно, он уже иногда, когда болят зубы, еще что-то, он хитрит, мы можем его взять к себе, он от этого кайфует, а так нет. Брали его не потому, что он орал, потому что хотел этого, а потому что орал ему было плохо, и без этого, и когда его качали, ему становилось лучше. Но потом мы нашли для себя инфокол, вообще, все это, вот, на первом месте я все, конечно, рассказывала после родов, в тот самый период, на тех самых эмоциях. Инфокол, когда мы дали, у нас началась жизнь, потому что до этого это был ад какой-то, конечно, были хорошие плюсы, что ребенок это всегда счастье, но первые два месяца хотелось убиться об стену, потому что это был просто какой-то кошмар, ну, попробуйте два месяца поспать по часу, по два максимум, и то в перерыве между кормлением, то есть по пять, по десять минут в течение суток, это очень тяжело. Теперь мы знаем, что такое инфокол, и что ребеночек может спать на животике, когда он начал спать на животике, мы его начали класть, он прекрасно себе спал, и мы начали спать, как я уже сказала, с восьми недель, мы начали спать всю ночь, один раз просыпаться на еду. Приучала я через ОР, не через адский ОР, конечно же, но он у меня плакал где-то первый вечер, он плакал минут двадцать, я ждала, конечно, на нервах, но ждала, на следующий день он плакал минут пять, и после этого он сам спал один в кровати все два года, поэтому я считаю, что это очень хорошо, ему психологически это легче, он знает, что он в кроватке, он засыпает, он спит, он радостный, всегда бежит в кроватку, вы могли видеть мои видео предыдущие, он всегда, когда говоришь спать, он в первую очередь бежит в кроватку, сам его пытается забрать, и он очень это любит, он любит развалиться, вертеться, и, конечно же, ему удобнее и комфортнее спать одному, чем с нами, потому что мы горячие, муж у меня просто как печка, это ужас, поэтому, конечно же, ребенку спать одному гораздо комфортнее, и он не будет перегреваться, потеть, он может вертеться, как хочет, но у него есть свое пространство. Кроме того, когда он просыпается, он играется, он никогда не орет, если он орет, это значит, что ему что-то приснилось, он посредине не выспался, он через минуту ложится, засыпает опять, и тогда уже просыпается, смеется, болтает, разговаривает, это значит, что он выспался. Опять-таки, я говорю только про то, как ведет себя наш ребенок, и что делаем мы, я никому не даю советов. По поводу орань ребенка, когда приучаешь спать одного, у меня как бы позиция однозначная, то, что если ребенок чистый, помененный, если у него ничего не болит, а мама всегда знает, болит у него что-то или нет, потому что это видно по ребенку, если он сытый, чистый, ничего не болит, то он орет, и тем более хочет спать, главное, что он хочет спать в этот момент, то орет он только для того, чтобы поорать. Поэтому вот это вот два дня, ну, неделя это может быть, себя пересильте, и поймите, что ребенку вашему неплохо, потому что он сытый, он чистый, у него ничего не болит, у него нет температуры, ну, температура, понятно, что не показатель болит, не болит, но в течение дня вы видите, что он прекрасно себя чувствует. Он поплачет, заснет, и потом ему же будет намного лучше. И это очень сильно тоже помогает в организации времени, потому что мне не надо с ним стоять, я его просто плюхнула, и он сам засыпает, и я через секунду уже могу преподавать, через секунду могу делать какие-то свои дела. Надеюсь, я ответила на некоторые из ваших вопросов, если какие-то вопросы есть, запросы на какие-то видео, оставляйте их внизу, постараюсь почаще сейчас снимать вот нормальные обстановки, плюс купить микрофон уже, о котором я год вам говорю, все никак не куплю, но сейчас что-то буду решать со звуком, потому что, как я уже сказала, мы Кирюху собираемся отдавать в садик, не для того, чтобы им не заниматься самим, а потому что это нужно, это нужно ребенку для того, чтобы хорошо коммуницировать с детьми, для того, чтобы с ними общаться, для того, чтобы учить в первую очередь английский язык от носителей этого языка, потому что мы живем в Англии, и мы говорим только на русском с ним. Я учусь с ним английские слова, но так как я говорю плохо, я даже говорю не про акцент, а я неправильно говорю, то нечего ему слушать ужасный английский. А в детском саду его этому научат, учитывая, что у нас с трех лет идет уже прескул, то есть подготовительный к школе, и с четырех лет в Великобритании по закону все дети обязаны идти в школу. Исключение только для детей, которые родились летом, они могут идти с пяти, но вообще с четырех лет все идут в школу в Великобритании, поэтому при скуле, когда подготовливаются к школе, я хочу, чтобы мой ребенок чувствовал себя полноценным, ни в чем не ущемленным, не испытывал дискомфорт, что он не может ни с кем разговаривать, и мог радоваться этому всему, поэтому я считаю, что вообще чем раньше отдать детский сад, тем лучше. После года где-то, наверное, я бы отдала, но бесплатных детских садов не бывает, бывают только платные, и стоят они очень дорого. Поэтому не каждый может себе позволить. Мы вот, например, будем отдавать только на два дня в неделю, но этого достаточно мне для моей работы, это достаточно, я считаю, ребенку для изучения языка, и это, собственно, то, что мы потянем. Мы, конечно, можем потянуть больше, но я в этом не вижу смысла. Если говорить о ценах, просто наберите любой детский сад в интернете, вы увидите, сколько это стоит. Конечно, для каких-нибудь олигархов это, возможно, недорого, но у них и сады, наверное, другие. Но для обычного человека, вот даже в самом плохом районе, этот сад будет стоить очень дорого, и в Великобритании все работают, один работает на аренду в Лондоне, те, кто живут, второй работает на детский сад, и только потом они как-то могут что-то. Хотя потом начинается школа, и опять та же самая история. Школы есть хорошие, бесплатные, и то, слава богу, но туда хрен попадешь, надо жить именно в том районе, то есть специально люди переезжают и арендуют жилье, именно там, где хорошая школа, бесплатная. У них есть рейтинги школ, и вот есть и бесплатные школы в рейтингах с платными наряду. В общем, ушла я уже в рассказ об образовании в UK. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем отличного настроения, до новых встреч, пока-пока!